Ииии всем привет дорогие зрители! Ой, чего это я? Здорово бандиты! Меня зовут Никита и я ищу мистику в Майнкрафте. И да, я услышал ваши просьбы. Сегодняшнее видео будет связано с недавно нашувевшим в Майнкрафте Зелёным Стивом. В этой мистической истории я детально изложу историю этого моба, первую встречу с ним, а также сам лично попытаюсь его найти. Ну и естественно, подарю вам капельку мистического позитива. И да, если тебе действительно понравится видосик, то подними большой палец вверх. Для тебя это мелочь, а для меня огромная мотивация. Ну да ладно, начнём же расследование по делу Грин Стива. Зелёный Стив. Реальность или вымысел? Совсем недавно Майнкрафт терроризировал Херобрин. А теперь ещё один моб с изувеченным скином Стива. Так откуда же он появился? И кто его нашёл? И связан ли как-то этот моб с Херобрином? Или же кем-то ещё? На данный момент Зелёный Стив ещё не успел набрать популярность, схожую с Херобрином. Хотя, возможно, до меня тренды доходят с опозданием. Но этот моб относительно молодой. Судя по статье на Майнкрафт Крипи Паста Вики, нашли нашего красавца в конце 2015-го, в начале 2016-го года. Встретить его можно в ПК-версии 1.8 и выше. Не знаю насчёт карманной версии, но на Xbox 360 его найти нельзя. Хотя, прошу заметить, Херобрин был найден именно на Xbox. Странно, что всех новых духов там уже не найти. Но какие же он подаёт нам знаки внимания, спросите вы? Ну, во-первых, это та самая ТНТ-ловушка в пустынном храме, которая попросту не сработает. А во-вторых, всё. Зелёный Стив, видимо, не особо любит играться со своими жертвами. Ну, а что будет, если его встретить и как себя вести в таких ситуациях, вы узнаете далее. Псс, зритель! А ты в курсе, что я уже нашёл Херобрина Лика Война НТТ-303? Хочешь тоже их постричать? Тогда переходи по ссылочкам в описании, и у тебя обязательно всё получится, бро. Дело было в декабре 2015 года. Я решил зайти в новенький Майнкрафт 1.8, и как ни в чём не бывало, создал мир. Началось банальное выживание. Плюс ко всему, я изучал все новые плюшки, добавленные в игру. И был приятно удивлён. Всё было прекрасно. У меня было позитивное настроение. Я с удовольствием копал железо и рубил надоедливых криперов. Поиграв буквально часик и хорошо вооружившись, я решил отправиться в небольшое путешествие по миру. Недалеко от моего биома начиналась пустыня. Уже вечерело. Но я не хотел отступать. Мне позарез нужно было накопать песка. Как вдруг, вдалеке я увидел пустынный храм. Я вспомнил, что в нём можно найти полезные вещи. Моей радости не было предела. Зайдя в храм и сломав синий блок, я упал вниз, попытавшись не попасть на нажимную плиту. Но ошибся и попал на ТНТ ловушку. Я уж думал это конец. Но к моему удивлению, ловушка не сработала. Как вдруг, из ниоткуда передо мной появился странный моб. Позже я понял, что он спустился за мной сверху. Оцепенев от ужаса, я просто стоял и ожидал продолжения нашей нелепой встречи. Как вдруг, это существо с неимоверной скоростью ударило меня. И я оказался в жуткой пещере, покрытой лианами. Всё, что я успел рассмотреть, это яркий, зелёный, с изумрудным оттенком скин. Лицо этого моба было чертовски похоже на лицо Стива. В ужасе дрожащими руками я выключил Майнкрафт и долго сидел в ступоре. Я никак не мог понять, что это, мать твою, за ногу такое было. На следующий день, я собрав всю смелость в кулак, снова запустил игру и зашёл в тот самый мир. Удивительно, но я оказался в совершенно другом месте. Это уже была не пещера, а густой лес. Складывалось впечатление, что это был совсем не тот мир. Внезапно в чате появились слова. «Я иду» от игрока «Зелёный Стив». Спустя пару секунд, фраза повторилась. «Я дважды проверил, нет ли ещё кого-то на карте, но я был один. Мне стало нехорошо. Я понимал, что происходит что-то сверхмистическое. Пройдясь по лесу, я наткнулся на свой дом, который был построен в совершенно другом биоме. Его как будто кто-то телепортировал. Я решил зайти в него, и внезапно в чате появилась новая фраза от Зелёного Стива. Он написал «Привет, брат». Тогда я не выдержал и просто удалил мир, так как мне не хотелось снова повстречать. Эту сущность. Я долго думал, что же мне делать, и кто сможет ответить на мои многочисленные вопросы. И я решил написать письмо одному из модеров Майнкрафта. Через пару дней я получил ответ. В его письме говорилось, что один из сотрудников компании хотел добавить нового моба в Майнкрафт. Но во время тестирования он показал себя очень агрессивным и мог напугать игроков. Поэтому его решили не добавлять в игру. Но сотрудник ослушался, и вместо удаления решил секретно добавить его в новом обновлении. Узнав о таком нарушении, сотрудника уволили из компании, а моба сразу же удалили. Прочитав это, я был просто потрясён. А теперь, друзья, давайте разберём эту ситуацию. Ну, во-первых, да, крипипаста это вымысел. Многие об этом твердят. И частично это правда. 80% всех историй придуманы игроками с хорошим воображением. Во-вторых, я лично буквально в день выхода обновления 1.8 играл в Майнкрафт. И хочу вам сказать, что ничего такого я не находил. В-третьих, история довольно странная. Ну, например, почему бы не заскринить этого моба? Так нет, парень просто сделал ничего. Может, я чего-то не знаю, но пруфов на сайте я просто не нашёл. Да и плюс ко всему, мне слабо верится, что какой-то там модер ответил обычному рядовому Майнкрафт-задроту. Максимум, кто-то, возможно, из поддержки. И то вряд ли бы ему всё это рассказали. Скорее бы, всё сослали на разыгравшееся воображение. Поэтому, уже исходя из истории игрока, можно сказать, что она полностью выдумана. Хотя тут у каждого может быть своя точка зрения. А теперь насчёт фото в интернете, на которых якобы запечатлён Стив. Есть немало фото со способами призыва этого моба. Да и плюс ко всему, куча нафотошопленных моментов, которые просто абсурдны. И можно сделать вывод, что пруфов фактически ноль. Ну, а теперь самое интересное. Только я, не знаю, не Сидов, никаких-либо способов призвать зелёного Стива, попытался его найти в старой, доброй версии 1.8. Ну, а что из этого вышло, смотрите далее. Ну что ж, дорогие зрители, вот мы в версии Майнкрафта 1.8. Да, это старенькая, добренькая 1.8. Как вы видите, это не форш-версия, всё оригинальное, всё чистое, всё без модов. Создаю мир прямо при вас. Назову его Тест. Создать. Я не буду вводить никакие Сиды, потому что я, честно, без понятия, как вообще найти этого ссанового моба. Извините, конечно, за выражение. Сейчас у нас прогрузится наш мир, и мы, собственно говоря, начнём. Я уже пытался запилить видосиков 15, если не больше. И, к сожалению, я ничего не находил. Ровным счётом ничего. Вы удивитесь, но я даже пустыню не находил. Это действительно очень странно, я без понятия, почему я не мог найти пустыню. Просто создаёшь мир, и у тебя кругом одни горы. Горы и степи. Всё. Болота постоянно мне попадались. Я не знаю, что у меня происходит с FPS, но FPS у меня очень низкий. Понял. В левую часть экрана наверх посмотрите, и как бы... Вот как у меня скачет FPS. 20, 15. То есть, как хочет, так и работает эта херня. Господи боже. Что это за летающее произведение искусства? И, твою мать, три дня подряд я за три дня ни разу не нашёл пустыню. Даже намёка на пустыню не было. Я не понимаю, что это такое. Что это такое, и почему так? Я могу, конечно, какие-то сделать выпуски, там, охота за зелёным Стивом, там, разоблачение зелёного Стива, без понятия. Но, нет, просто нет. Ну, попадались и леса, и тундры, и берёзовые рощи, и болота, и, там, грибные леса, и всякое другое. Всё попадалось, но пустыня нет. Никогда. Я за всё это время ни разу не нашёл пустыню. Я серьёзно не понимаю, в чём прикол, но пустыни просто нет. Идите за выражение, нихрена нет. Нет, просто банально нет пустыни. Я сколько хожу, одни горы. Причём, горы реально красивые. То есть, я такой генерации, честно, не припоминаю в Майнкрафте 1.8. Горы реально охренительные. То есть, раньше, я, насколько помню, горы, это было не настолько... Не настолько часто их можно было найти. Это была такая, так сказать, редкость. Сейчас же горы просто... Просто всё в горах. Всё в горах. И я подозреваю, что из-за этого у меня всё так и глючит. Потому что генерация мира бешеная. Мне такие пейзажи хреначат, что я просто в шоке. Просто реально в шоке от этих пейзажей. Раз не выходит найти пустыню, мы её создадим сами. Давайте. Я создам сам эту пустыню. Так, секундочку. Ага. Казалось, торр отработает. Так. Вот и пустыня. Веря. То есть, пустыня всё-таки есть. Осталось найти храм. Так, вы понимаете, это непростое дело. Потому что кругом одни кактусы. Меня это начинает смущать. Одни кактусы. Больше ничего. Не, вот серьёзно не хочется тратить пейзаж. Нет, ничего. Вообще ничего. Всё. Я уже изголодался. Одни кактусы. Погодни кактусы. Это бред. Это просто бред. То есть... Да, в общем, это бесполезное дело. А теперь, ребят, давайте подведём итоги. Я так и не нашёл зелёного Стива. Я создал довольно много миров, но ни в одном из них не нашёл пустыню. И генерация действительно очень странная. Было пару странных моментов на записи, но не суть. Мне так и не удалось его встретить. И это очень печально. Ну что ж, если вам понравилась данная мистическая история, то подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте проявлять активность и пишите, кого бы вы хотели увидеть в следующей мистической истории. Ну а с вами был Тушара. Спасибо, что смотрите меня. И всем удачи, всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok